Женьмин-Жибая, Китай. В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль. Женьмин-Жибая, Китай. 25 сентября 2019 года. Сегодня в Шанхае прошла церемония спуска на воду первого китайского универсального десантного корабля, УТК, типа 075. Первый универсальный десантный корабль китайской разработки и производства обладает довольно значительными возможностями для осуществления морских десантных операций и выполнения разных других задач. Согласно плану, далее будут проводиться работы по наладке аппаратуры, постановке на якорь, а также худовые испытания корабля. Согласно доступному материалу, длина универсального десантного корабля типа 075 составляет 250 метров, ширина – 30 метров, водоизмещение достигает около 40 тысяч тонн. Он сравним с американскими универсальными десантными кораблями типа УАСП, водоизмещение которых составляет 40,5 тысяч тонн. Китайский корабль считается одним из крупнейших существующих УТК. Один военный эксперт в интервью газете Хуань Цушибая заявил, что модель УТК типа 075 благодаря своему уникальному дизайну, особой погрузке, мощной маневренной боеспособности стала неотъемлемой силой в современной войне на море, в особенности в высадке на остров и ведении боевых действий на островных территориях. Однако из-за сложного дизайна, комплексных технических требований и высокой стоимости, УТК стал крупным надводным кораблем, который по сложности строительству уступает лишь авианосцу. Читайте также, САУ, Россия достала из-за кромов заветные сокровища учения Центр-2019, оценка китайских экспертов, Национальная радио Китая. В настоящее время немногие страны мира имеют в своем распоряжении УТК, в их числе США, Франция, Великобритания, Испания, Япония и Республика Корея. Однако такими УТК, как китайский 075, обладает лишь КНР и США. Вышеупомянутый эксперт также отметил, что создание УТК для китайского военно-морского флота – это острая стратегическая потребность. Корабль типа 075 улучшает структуру надводных кораблей КНР и способствует революционному обновлению боевых способностей морской пехоты страны для действий на островах. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует...